Иван, поведайте нам правду. Сейчас, секундочку. Вам слава. И чтобы про это бесплатно узнали миллионы человек. Именно об этом мы сегодня поговорим про ТикТок. В прошлом году я, кстати, приезжал тут с темой повышения для самооценки для интровертов. В этом году я приехал уже с двумя девушками и собаками. Так что все работает. Я буду говорить сегодня про ТикТок для бизнеса и для предпринимателей. Как же, собственно, там продавать и что вообще с ним делать. Давайте сразу к мясу. 2 миллиарда 900 миллионов просмотров набрал один человек просто с айфоном, снимая себя в ТикТок. Дмитрий Солдатов. У него магазин одежды в Москве, около метро Дубровка. Можете с вами сходить посмотреть. И он просто регулярно снимает, ну, где-то по 100 видео в день. И у него постоянно в магазине толкутся ТикТокеры, он там делает какие-то космические деньги. Скажите мне, в какой еще платформе можно набрать практически 3 миллиарда просмотров за год? Только в ТикТоке. Обожаю его за это. Что насчет того, что многие до сих пор в 2021 году думают, что в ТикТок только школьники. 38 миллионов аудиторий в России, по последним данным Медиаскоп, основной возраст 25-34. В ТикТок уже пришли все. Там есть люди любых возрастов. Там есть любые экспертные темы, инвестиции, юристы, бизнесы. Там есть все. И даже бабушке 90 лет рассказывают там, как солить рыбу и набирают миллионы просмотров. И это отличная платформа. Я ее обожаю. Недавно на РБК в новостях было то, что ТикТок в России обогнал ВКонтакте по времени просмотра. Ну, по времени, которое пользователи проводят в приложении. И по свежим данным в Америке и в Британии ТикТок обогнал Ютуб. Прямо вот такой график, где Ютуб идет вот так, а ТикТок его обгоняет по тому же параметру по залипательности. То есть люди в ТикТок проводят больше времени, чем на всех остальных платформах. И уделяют ему больше внимания. А там, где внимание зрителей, туда идут авторы. За авторами идут деньги и бренды. Поэтому сейчас в ТикТок хотят зайти все. Я периодически буду смотреть актуальные цифры, чтобы вам точно все рассказывать. И почему ТикТок такой революционный? Что он сделал? Главный вопрос, который всегда нас мучил в интернете, я в интернете с 2004-го еще подключался по модему, по этой пикующей телефонной линии, кто это помнит. Как сделать так, чтобы вас заметили? И это было всегда очень сложно. Либо вы долго пишите тексты, чтобы вас можно было найти в поиске. Либо вы пробуете раскрутить социальные сети, но там все очень сложно и они не дают вам трафика. В ТикТок все очень просто. Снял одно видео, загрузил его на платформу. Все. Ты спишь, просмотры крутятся. Вот недавно буквально снимали видео для психолога. Она набрала миллион просмотров на одном своем видео за несколько дней. И мы сняли видео с утра, вечером смотрим. Она занималась своими делами. Там уже 160 тысяч просмотров. ТикТок сказал, что, ребят, подписчики нафиг больше не нужны. Все, сплошная лента рекомендаций. Все время новые люди. Все время новые видео. Те люди, на которых вы не подписаны. Те люди, которых вы еще не знаете. Но, скорее всего, он вам подсунет именно те видео, которые вам будет интересно смотреть. Да, бывает такое, что вы скачиваете ТикТок, смотрите, что там какие-то танцы непонятные и удаляете его. Ленте нужно, чтобы под вас подстроиться, где-то 2-3 недели. Нужно подписаться на какую-то интересную вам тему. Например, про IT, про программирование, про айфоны. И смотреть подписки, переключаться в подписки и смотреть их. И лента рекомендаций через некоторое время адаптируется и станет очень адекватной и очень классной. А еще там можно смотреть видео на английском, научиться английскому к тому же. Вот. Видео в ТикТок – это новый формат. Во-первых, это вертикальные видео. Если кто помнит, в 2010 году, когда были эти блогеры Стас Давыдов, Макс-100500, они хейтили в своих ютубах-увзорах вертикальные видео, говорили, блин, ну что, сложно повернуть камеру горизонтально, что ли? Да, сложно. Весь Китай с 2015 года ходит вот так вот с вертикальными телефонами и больше вообще их не поворачивает горизонтально. Да, ТикТок – это китайское приложение, кто еще не знал. И вертикальные видео – это новый формат. К тому же оно динамичное. И самый главный его параметр – его действительно интересно смотреть. Оно залипательное. Люди смотрят, и люди проводят в ТикТоке по 50 минут в день. И это надо использовать, конечно, для своего бизнеса, для своего бренда, и, в принципе, для того, чтобы рассказать о себе. Ну и, конечно, в ТикТок еще к тому же продвигается музыка очень сильно, потому что это изначально музыкальная платформа. Какие тренды я вижу, когда читаю про китайский рынок или смотрю китайскую ленту ТикТока? Свежую новость, значит, переводил на свой портал. Можете загуглить портал номер один про ТикТок. Это вот мой сайт. Значит, магазин косметики в Китае включил прямой эфир в ТикТок, продал на 130 миллионов юаней за 5 часов. Это больше 1 миллиарда рублей за 5 часов прямого эфира в ТикТоке. То есть продажи во время прямых эфиров – это тот тренд, который придет к нам уже в этом году из Китая. И тогда в ТикТок просто захотят уже все. И второй тренд – это маркетплейс прямо на платформе. Ну, примерно похоже на то, что есть в Инстаграм. То есть у любого блогера в ТикТоке будет свой маркетплейс. Ну, магазинчик прям встроенный в приложение. Там можно будет купить его товары, мерч, курсы, что угодно. В Китае даже для этого уже есть своя платежная система. И вот эти два тренда, они уже тестируются на европейском рынке. Магазин ТикТока уже тестируется на европейском рынке. Продажи во время прямых эфиров тоже к нам придут. И тогда в ТикТок можно будет не просто получать миллионы просмотров органически, бесплатно, а еще и продавать с них. И это будет просто бомба. И к этому надо уже готовиться. Надо уже сейчас начинать туда снимать. Потому что дальше будет сложнее. Да, и вот в 2021 году еще ТикТок сделал фонд поддержки авторов России на сотню миллионов рублей. Там есть программа развития талантов. Сама платформа очень любит авторов. Там есть много ресурсов для бизнеса, для креаторов, для блогеров, обучающие материалы, тренды. Хэштеги в программе развития талантов вам присылают. В этом плане платформа прям обожает вас и хочет, чтобы вы были с ней надолго и творили контент. И мы отвечаем ей взаимностью, надо сказать. Еще пара слов про аналогичные сети. Раз уж мы говорим про видео сегодня, я решил привести еще статистику Яндекс.Зена и Ютуба. Яндекс.Зен в последнее время тоже говорит, что снимайте видео в Яндекс.Зен, мы будем их продвигать, все круто. И там порядка 50 миллионов журналистов в России. И видео занимает уже 38%. То есть в принципе Яндекс.Зен тоже вот эти вертикальные видео в себя встроили. Инстаграм, Рилс, конечно же, все это видели уже. Но Рилс пока не так хорошо набирает, как ТикТок, скажем так. Все больше привыкли смотреть сториз. Ютуб, Ютуб Шортс. Кто знает, что Ютуб вел все Ютуб Шортс? Вообще слышали? Вот один-два человека. То есть это такая же лента вертикальных видео, встроенная прямо в мобильное приложение Ютуба. Работает по тем же, собственно, алгоритмам, что и ТикТок. Тоже видео набирает просмотр органический. И в Ютуб в России 78 миллионов человек. В чем вся прелесть? В том, что эти все видео можно снимать на телефон. Можно снимать одно видео для ТикТока, потом ее скачивать, загружать на Дзен, загружать на Ютуб. Скачивать там без логотипа через разные боты. И, собственно, одно видео использовать для всех соцсетей. Потому что в основе всего этого лежит досматриваемость. Так, ну, пара слов, наверное, обо мне. Почему я расскажу вам сегодня вообще о ТикТоке, раз уж я здесь. Я начал изучать эту тему еще в начале 2020 года. И я активно перевожу на свой портал статьи про английский и китайский рынок о ТикТок. Собственно, у меня есть видеопродакшн-компания. Кейсы видео сняты для бизнеса. Мы в мае снимали «Дубайского принца» в Москве. И я еще пишу статьи для СМИ. Пишу книгу для эксо. Итак, это все в целом про ТикТок. То есть это платформа, на которой просто прям необходимо быть и готовиться к тому, что там будут продажи. Теперь немножко про то, как же там работает алгоритм. Любое видео, которое вы загружаете, оно набирает, в принципе, где-то 100 просмотров. И ТикТок смотрит самый главный параметр – досматриваемость. У меня есть такая специальная фраза для запоминания алгоритма – дрон. Вот если у вас есть друг Андрей, ассоциируйте алгоритм ТикТока с ним. Досматриваемость, регулярность, однородность и необычность. Я потом запишу на флипчарте. Досматриваемость – самый главный параметр. То есть если ваше видео смотрят до конца, то это очень классно. ТикТок понимает, что оно залипательное. А цель ТикТока – удержать внимание на платформе. Поэтому он его крутит дальше в рекомендациях, и оно набирает просмотр. Регулярность – это про то, что надо снимать видео часто. Тут у каждого свой подход. Либо вы снимаете видео каждый день, либо вы выбираете один съемочный день на выходных, снимаете 20 видео за один день, и потом постепенно в течение недели их выкладываете. Но главное – это делать системно. Вот многие думают, что в ТикТоке есть какой-то секрет. Нет, на самом деле главный секрет – это просто регулярно вот фигачите видео каждый день, и все будет хорошо. И тестируйте разные форматы, конечно же. Однородность – это про то, что стоит говорить про какую-то одну тему. ТикТок – это вот не то, что я там блогер сегодня, я бегаю завтра, я на консультациях, потом я в фитнесе. Это примерно про какую-то одну экспертную тему, про которую вам интереснее всего рассказывать. Там психология, IT, юриспруденция, инвестиции. И вот про эту тему рассказывайте. Потому что ТикТок про ваш профиль копит большие данные. Чем больше видео снимаете на другую тему, тем ТикТок понятнее, кому же вас показать. И необычность – это про то, что надо в первые 2-3 секунды зацепить чем-то зрителя, чтобы он вас не пролистал в ленте, как обычно, не свайпнул, а начал смотреть. Для этого используются кликбейтные заголовки, дублирование заголовка текстом прямо поверх видео, более эмоциональное начало. И дальше уже идут приемы сценаристики и драматургии, чтобы удержать внимание зрителя до конца. В принципе, те видео, которые я снимаю, я их снимаю прямо в приложении ТикТока, потому что, кроме всего, там еще есть классные фильтры. Там есть помада и тушь для девочек, то есть можно вообще не краситься, можно поставить в ТикТоке эти фильтры, и будете выглядеть замечательно. Сглаживание лица, отбеливание зубов, прически, масочки и все такое. Потом вот это снятое видео можно уже загружать на другие платформы. То есть ТикТок — это еще и мощнейший видеоредактор. К тому же можно все снимать в одном приложении. Так. И, собственно, про что я хочу сказать? Про то, что для бизнеса... Вот я видел недавно, я очень люблю каршеринг, я катаюсь много на делимобиле в Москве, и я много писал про то, что, ребят, давайте вам сделаем нормальный ТикТок. Они зашли в ТикТок, сами сделали 50 видео, и за 50 видео набрали что-то типа 800 подписчиков, короче, вообще ни о чем. Потому что они делают все неправильно, да, на мой взгляд. Они снимают видео, типа, короткие, 15-секундные, с музыкой, и это, блин, тренд начала 2019 года. Сейчас есть запрос на то, чтобы рассказывать какие-то интересные истории, на стори-тейлинг, на то, чтобы передавать эмоции не только вот музыкой и танцами, но и текстом, и голосом, и прорабатывать тщательно сценарий. Вот, поэтому, если вы ведете бизнес, если вы хотите в ТикТок хорошо зайти, да, правильно, как сказала у Лена, по АИДА делать заголовок, делать сценарий и прорабатывать ту тему, которую вы хотите сказать. Про кейсы бизнеса. В принципе, в ТикТок есть разные бизнесы, там есть ремонт ванн, там есть вот юристы-маркетологи-психологи, есть программисты, кстати, которые тоже о себе рассказывают. И я всегда привожу в пример магазин Кувалда.ру. Они вот почему-то делают прям очень крутые видео. Ну, собственно, по законам жанра. Они делают интересные видео, которые интересно смотреть, как они с помощью своих инструментов делают ремонт и набирают регулярно миллионы просмотров. У них, по-моему, более двух миллионов подписчиков уже в ТикТоке за год. И у них в шапке профиля стоит сайт, и поэтому в шапке профиля клип кто-то заходит и переходит на сайт. Еще, собственно, кроме того, что вы ведете профиль и призываете людей переходить на ваш сайт, в ТикТоке есть такая вещь, как «Таргет реклама». То есть это те же самые вертикальные видео, только там есть кнопочка «Нажми меня» и можно перейти куда-нибудь тоже либо на сайт, либо в подписную страницу в воронку и сделать, может быть, интересно, автоворонку в боте, прогреть, продать и все такое. Поэтому вот два основных способа разойти в ТикТок. Снимаете видео на миллионные просмотры, увеличивающие профили и переливаете на сайт. Призываете, естественно, делайте призыв к действию, переходите на мой сайт, переходите в Инстаграм, делайте лейтмагниты и либо делайте таргет рекламы. Но для таргет рекламы тоже нужно вертикальнее видео. Так. И да, про стори-теллинг – это прям тема очень интересная. Есть много хороших курсов по сценариям. Недавно вышла статья от главного сценариста Пикса о том, как делать интересные сценарии для видео. И в целом, видео в 2021 году – это уже такой навык, который нужен абсолютно всем. То есть, по данным мирового производительного оборудования ЦИСКО, 80% трафика в интернете – это видео. Это видео можно, которое вы делаете в ТикТок, трилевать в YouTube, трилевать в Xen, в другие каналы, в Instagram, тоже в Instagram TV, в эти, в Reels. И на всех платформах присутствовать. Я вот видел историю одного человека. Хочу ей поделиться. Был, есть такой блогер из, по-моему, Пакистана по имени Нас, Насир. И он просто в 2016 году решил, что будет тысячу дней подряд делать минутные видео. Каждый день по минутному видео. И он это сделал. Он за тысячу дней снял тысячу видео, набрал 40 миллионов аудитории. И сейчас у него... То есть, это обычный парень из деревни. Ничего особенного там у него не было. Он выглядит, как типичный араб, не харизматичный. Но он научился рассказывать истории так интересно. Он там расставил в своем блоге за эти тысячи видео уже о многом, и о политике, и о религии, и обо всем. И сейчас он открыл свою академию, и в него инвестировали там 11 миллионов долларов. Ну, или тот пример, о котором я говорил в начале, и Дмитрий Солодов заполнил свой магазин тиктокерами, потому что снимает много видео. Что еще про ведение собственного тиктока для бизнеса? Нужно организовать съемки. Видео, в принципе, это продукт. Не такой простой, как фотографии и текст. Нужны операторы, монтажеры, сценаристы. Нужно все это организовать, придумать, найти. И тут, соответственно, есть вариант спросить у меня или найти это самому. Есть в Телеграм чаты киношников, есть ребята, которые на этом специализируются. Но надо сказать, что, на мой взгляд, тикток совершил, опять-таки, революцию еще и в кинопроизводстве. Потому что раньше нужна была огромная команда, там прорисованные сценарии, там вот этот осветитель, хлопушку еще притащить на съемочную площадку. Сейчас просто один человек с телефоном, один человек рядом, там ему помогает с освещением. И один человек им прописывает сценарий. Вот силой трех человек можно практически снимать что угодно. Мы вот таким образом сняли достаточно много интересных кейсов в нашем продакшене. И это, конечно, утешевляет процесс производства видео и делает его более интересным и динамичным. Так, у меня еще осталось какое-то время. Давайте поотвечаю на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы про тикток, спрашивайте прямо сейчас. Скажите программу, которая позволяет выбирать для того, чтобы убирать лкотик тиктока. Есть телеграм-боты для скачивания, как скачать видео из тиктока. Есть разные телеграм-боты, это во-первых. А я пользуюсь немного другим способом. Если вам нужны конкретные боты, я тут напишу тоже свой телефон. Можно мне написать в WhatsApp. Можно ввести портал номер один про тикток и меня найти. Я, как немножко программист и хакер, придумал такой способ. Я начинаю редактировать видео в тиктоке и делаю запись экрана. Таким образом, все видео от начала до конца в процессе редактирования проматывается. Потом я эту запись экрана обрезаю, удаляю элемент интерфейса и получается видео без логотипа и к тому же хорошего качества. Просто телеграм-боты скачивают уже ужатое видео, которое в тиктоке выложено. А вот запись экрана, она более хорошего качества. Ну и потом можно это домонтировать в иншоте и уже выкладывать на другие платформы. Да, отличный вопрос про длительность видео. В целом, есть тренд на удлинение длины контента. Максимальная длительность тикток сейчас 3 минуты. В китайском тикток я вижу иногда 5-минутное видео. Так что тренд на то, чтобы длительность увеличивалась, он есть. Я рекомендую начинать сразу с минимума 30-ти секундных видео, то есть не делать совсем коротких. И пробовать разные форматы. То есть можно снять несколько видео на 30 секунд, несколько видео на минуту, несколько видео на 1,5-2 минуты и посмотреть, какие у вас лучше получаются и какие лучше заходят. В целом, тикток длинные видео, где-то полутора-двухминутные, они тоже набирают просмотры. Там тоже можно набрать много, но если 30-ти секундное видео это обычно какая-то одна мысль, упакованная в 30 секунд, то за полторы минуты можно развернуть целый сценарий и его уже надо просто тщательнее проработать. Так, еще вопросы? Про сценарий. Вы сказали, что есть Александр, Татьяна, где-то есть Анатель. Напишите мне, да, я пришлю. Да, проще всего в Google, по-моему, если забить консультации по тикток или портал номер один по тикток, то вот мой сайт там точно есть. По сценариям есть хороший курс от Good Story Media, есть вот некоторые статьи от Pixar, да, и от других ребят. Я их, в принципе, наверное, на свой сайт тоже перевыложу. Ну и можно себе найти в помощи также профессионального сценариста, который будет вам писать ролики какого-нибудь там студента киношника из Диката. Окей, если вопросов нет, тогда я сейчас запишу тут свои контакты и пишите мне обязательно, я вам пришлю статьи, я вам пришлю. Самое главное для бизнеса у тиктока есть места, где прям можно брать тренды, где можно брать рекламу трендовые, которые зашли, то есть отдельная страница прямо на сайте тиктока, вот для бизнеса, как она там называется, ну, в общем, самые залетевшие трендовые рекламные видео, и там можно посмотреть, какую рекламу делают конкуренты, и какая реклама, вообще таргет рекламы в тиктоке заходит, и оттуда черпать вдохновение. Вот, есть еще телеграм-каналы, где тоже видеокреативы выкладываются, так что я напишу тут свой контакт, и пишите мне обязательно, я вам все пришлю. И, с вашего позволения, во-первых, поаплодируем, поаплодируем, и я попробую, наверное, задать тот вопрос, может быть, частично от себя, который интересен только мне, ну, по крайней мере, мое представление, что флимчарт ломать пока что не нужно, в общем, у меня есть такое на подкорке ощущение, что тикток — это все-таки платформа, ну, не совсем для таких динозавров, как я, там все-таки больше школьники, вот какая-то молодежь, прям, которая совсем прогрессивная, некоторые тренды абсолютно не ясны, и как вот именно в бизнес-модели ведения своего тикток-аккаунта избежать вот этих вот, может быть, не самых нужных просмотров вот этой аудитории, как вбить тот самый, целевую аудиторию, как ее найти, как нащупать именно на тиктоковской платформе? Отличный вопрос. Я тут против того, чтобы... Сейчас я на нее отвечу. Подпал номер один. Я против того, чтобы как-то свой бизнес ломать под тренды. Если вам не нравится танцевать, то не танцуйте, пожалуйста. Если вам нравится рассказывать истории, то рассказывайте истории. Тут есть такая фишка, что контент делает аудиторию. То есть, если вы делаете умный контент про психологию, то на вас подпишутся те, кому это интересно. Не надо вот... Не надо пытаться выжимать из себя то, чего у вас нету. Будьте собой, раскрывайте свои лучшие качества, свои лучшие сильные стороны и снимайте это на видео. Если вам какие-то тренды не нравятся, не участвуйте в них. Ну, там вот эти все челленджи тиктоковские и так далее. Просто снимайте то видео, которое вам нравится, которое у вас получается и аудитория на него придет и подпишется. Если есть какие-то вопросы, можете добавить. Да, и про хэштеги еще, кстати, да, хотел последний момент. Хэштеги обязательно ставьте вот по тематике видео. То есть, психология, отношения, флир, допустим, то, что мы делали, или там бизнес, предпринимательство, программирование. Не обязательно. Много хэштегов, 3-5 достаточно, но в целом вот несколько хэштегов по именно теме вашего видео, по тому, что происходит в сюжете. Это поможет искусственному интеллекту тиктока определить, что у вас на видео, кому это показать. Вот. Есть вопрос. 5 топ ошибок, да, кстати, тоже классный вопрос. 5 топ ошибок. Знаете, самая главная ошибка это бросать тикток, вот, потому что некоторые начинают, снимают 10 видео, у них ничего не получается, они такие, не фигня какая-то, пойдем дальше. Вот. Это, ну, знаете, вот в 2012 году про инстаграм тоже так думали, что там только девушки в купальниках и котики, а теперь все там и хотят быть. Поэтому в тикток надо просто пробовать, пробовать разное и обязательно что-нибудь зайдет. Поэтому первая ошибка это не бросать. Вторая ошибка это пробовать делать то, что вам не нравится, потому что если, ну, многие бизнесы заходят, смотрят там какие-то танцы популярные, ну, давайте тоже попробуем сделать танцы. Нет, надо именно построить ту историю, которая, которая вот заходит лично вам, которая вам актуальна и по душе и которая идет, ну, из вашего сердца, может быть, или из ваших талантов. И вот тогда все хорошо получится. Поэтому не ломайте себя, не делайте то, что не нравится. Дальше. Третья ошибка это фокус исключительно на коротких видео. То есть, многие до сих пор думают, что тикток это 15-секундные штуки, такие же, как сторис. Нет. Тикток это другой формат. И тут еще стоит пояснить то, что каждый раз вас как будто видят заново. То есть, вас все время видят какие-то новые люди. Поэтому надо сразу начинать с какого-нибудь громкого заголовка. А потом уже те, кто начнут вас смотреть, им можно рассказать кто вы, что вы и их заинтересовать. Вот. третья ошибка это короткий контент и мало рассказать о себе. Четвертая ошибка. я бы сказал, что это пробовать делать все самому и пытаться изучить платформу самому. То есть, на самом деле, есть много уже курсов, в том числе, русскоязычных, много англазичных. Есть мой портал со статьями, есть эксперты на рынке России, в том числе, Ренат Ельбеков, который тут в прошлом году наступал. Если вы видите, что у вас в ТикТок что-то не получается, это не значит, что у вас теневой бан. Это значит, что у вас просто неинтересны видео и надо спросить кого-то о помощи и нанять себе сценариста или продюсера такого, как я. Вот. И пятая ошибка. Ну, я бы сказал, что это как-то же ее сформулировать? Недостаточное вдохновение, что ли. То есть, есть два подхода к съемкам. ТикТока. Вот. Либо вы просто у вас приходит идея, как я последнее время делаю, приходит идея, достали телефон, сняли, выложили. То есть, лучше выложенное видео в ТикТок, снятое быстро, чем идея, над которой вы будете думать месяц, и в итоге все равно не снимете. Да, вот, пожалуй, петушеку я бы назвал перфекционизм. Вот. Это очень много присущая штука, то, что, блин, я сейчас сяду, подумаю, пропишу сто сценариев, пишите пять сценариев, снимите пять видео прямо сегодня, выложите их, и вот, посмотрите, что получится, не бойтесь экспериментировать. Вот. В крайнем случае, плохие видео всегда можно скрыть. И, если вот избежать всех вот этих ошибок, окей, мы понимаем, как делать не надо, мы сегодня вечером все вместе потанцуем под громкую музыку, в этом сто процентов есть уверенность, снимем это, выложим в ТикТок. На что нам ориентироваться? На просмотры, на количество подписот, и которая к нам прилетает, какой главный показатель успешного контента, что твой аккаунт начинает вот форситься и все больше, больше охватывать? Конечно, просмотры. Главная метрика это досматриваемость, чем больше у вас смотрят, тем больше просмотров, тем лучше. Потом уже просмотры конвертируются в лайки, в подписки, и не надо, и стоит делать призыв к действию, что поставь мне лайк, подпишись, ну, стандартная штука для видеоблогеров. Если нет просмотров, если долгое время нет просмотров, значит, надо что-то менять. Это не значит, что у вас теневой бан, это не значит, что у вас не те хэштеги. Это значит, что видео показали там 100 людям, может быть, 50 людям, может быть, 150 людям, ну, какому-то ограниченному количеству, и они его не стали смотреть. Значит, надо менять формат, менять подход, пробовать другие моменты, экспериментировать. Не стесняйтесь экспериментировать, То есть перфекционизм — это зло. Вопрос, конечно, давайте, чтобы вас все слышали с микрофончиком. Да, я на самом деле специально ради вас вернулась, чтобы вам послушать про тикток, потому что как раз в продолжение своей лекции я сделаю маленькие тиктоки на креативность, там скетчинг, вот это вот все. И меня интересовала такая тема, вот вы сказали про 15-секундные тиктоки, что можно снимать их дольше, там, по-моему, до минуты можно. Даже до трех. Даже до трех, отлично. Спасибо. Про досматриваемость. То есть вот я сделала минутное видео, и его досмотрели, и время просмотра, соответственно, минута. И я сделала 15-секундное видео, и его досмотрели. Но это же разные вещи, по сути, получается. То есть как вот досматриваемость она считается, она зависит от длины видосика. Или типа 15-секунд посмотрели в минутном видео, или 15-секунд в 15-секундном видео — это одно и то же. Как вот это вот работает механизм? Это разные вещи, их можно посмотреть в аналитике тиктока, когда вы подключаете Pro-аккаунт, там для каждого видео есть два параметра. Среднее время просмотра, допустим, из 20 секундного видео у вас смотрят только 17 секунд, это очень хорошо, оно наберет просмотры. И второй параметр – это сколько процентов смотрят видео до конца. Да, минутные видео до конца смотрят меньше, но TikTok ценно, чтобы минутных видео было больше, потому что вот этот параметр, сколько люди проводят на платформе, параметр залипательности таким образом повышается. Поэтому даже если минутное видео до смотрят в среднем процент меньше людей, все равно оно тоже может набрать просмотр, и все равно это будет ценно для платформы. И вы в минутном видео еще можете больше рассказать, чем за 15 секунд. Спасибо. Да, просто много статей как раз по TikTok, и много где встречается рекомендации съемки коротких 15-секундных роликов как раз таки из-за того, что типа их гарантированно досмотрят, и тогда коэффициент досматриваемости будет выше, охваты выше, и вот это вот все отроливали, ну короче, это миф. Да, я про то, чтобы контент был длиннее, про то, чтобы было больше стори-теллингов, больше каких-то интересных аспертных историй, такие вещи обычно 30-60 секунд занимают. Отлично. Спасибо большое. Итак, если есть еще вопросы, задавайте, собственно, я думаю, Иван не будет против. Итак, три, два, один. Вопросов нет. Ваши аплодисменты, Иван Кратеев только что нам рассказал про TikTok, что это такое, как с ним взаимодействовать. Сегодня будем набирать...